К филиппийцам 2, 5 стих, с 5 по 8 стих. Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением, быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, был послушным даже до смерти, к смерти крестной. Это один из моих любимых. Что же обеспечивает библейская власть? Безопасность, защиту, свободу развивать ваш дар. Подумайте об этом. Это то, что хорошие мужья обеспечивают. Он держит меня в безопасности. У меня очень мягкое сердце. И много раз было, когда он приходил и говорил, что нет, это не Бог. Первые разы мне казалось, что он ошибается. Что он очень жестокий. Но он был прав. Множество раз он сохранил меня от проблем. Но по причине его власти и защиты надо мной, У меня была свобода развивать свои дары как служитель, как друг, как певец. Иногда я очень пророчествующий. И он дает мне эту свободу, чтобы развивать этот дар. Множество раз мы боимся, обеспокоены духом Иезавели. Сталкивались ли вы здесь с таким понятием, как проблема с духом Иезавели? Знакомы ли вам это? Послушайте. Иезавель пожертвовала те вещи, которые Писание ожидает, что библейская власть будет предоставлять. И помните, что планы были разрушены. И у многих из нас также взаимоотношения разрушены. И когда библейская власть, она не действует, Дух Иезавели приходит и начинает Начинает шептать на уши. Я дам тебе все то, что они тебе не дали. Они не ценят твои дары. Они не дают тебе ту свободу, чтобы показать, кем ты являешься. Если вы слышите эти голоса в своей голове Или в своих ушах Бегите. Это не Бог. Потому что, когда мы полностью подчинены библейской власти, У нас есть разные виды свободы. Мы, возможно, не получим все то, что мы хотим в наши сроки, Но мы доверяем Господу. Это слово «подчинение». Собрание, в которое я возрастала, Акцентировало на этом вопросе очень сильно свое внимание. Я помню, как мой отец постоянно ссорился с моей мамой, Что она должна быть подчинена Ему. И поэтому я возрастала с определенным непониманием этого слова. Мне всегда очень нравится возвращаться к тому, что же говорит Писание об этом. И мне нравится также смотреть, что же говорит буквальный перевод оригинала. Слово, которое переведено как «подчинение», оно на греческом звучит как «хипотасо». Это военный термин. Это означает «стать в ряды, в линии солдат». Я знаю, кто впереди меня. Я знаю, кто сзади меня. Я знаю, кто у меня по сторонам. И я в мире. Это подчинение. Понимаете, подчинение – это мой дар, который я предоставляю кому-то другому. Он говорит, чтобы я это повторил еще раз. Подчинение – это мой дар, который я отдаю кому-то. Если они требуют его от меня, это не подчинение. Во многих местах Писания в Новом Завете сказано, что жена должна подчиняться мужу. Но есть и другие местописания, которые говорят, что мы должны подчиняться друг другу. И помните, как мы говорили вчера вечером, что какие мы имели взаимоотношения, или как мы относимся к нашей семье, то так мы будем относиться к Божьей семье. Быть подчиненным – это на самом деле очень хорошая вещь. То, как мы ведем наше собрание, нашу общину. Кирк делегировал власть многим лидерам в церкви. У нас есть одна женщина, которая является лидером в группе поклонения. У нас есть несколько женщин, которые занимаются старше в женском служении. У нас также есть молодой человек, который ведет христианскую школу. И также у нас есть девушка, которая ведет медицинскую часть. О, да. Детскую часть. У нас есть женщина, которая занимается медицинской школы. Кирк верит, что он подчиняется каждому из нас, когда приходит в сферу нашего влияния. Поэтому, когда он идет к детскому служителю, он не будет переставлять ящики, так как он считает. Он не будет перекладывать, делать подгустники. Он не будет расставлять игрушки по разным местам и другие места. Потому что он выбирает, избирает подчиняться этой женщине. И знаете что? Он не совершенный лидер. Но многие люди любят его за то, что он... Просто любят, просто его любят. Не все. Но когда у нас есть определенные сложности с людьми, И только потому, что я подчиняюсь ему, не означает, что я не говорю, что ты мне делаешь больно. Но я знаю, что он подчинил свое сердце Богу и теми словами, которые он говорит, сказал. И поэтому очень просто подчиняться ему. Мое подчинение моему мужу влияет на мою церковную жизнь в собрании. Я дам вам местописание 1 Коринфянам 11, с 3 по 5 стих. Там говорится о том, что у женщины есть покров. И этим местописанием иногда меня вводит смущение. В конце концов, Бог показал мне. Он моя голова. Он моя голова. Поэтому, когда я подчиняюсь ему, надо мною есть покров. Заметьте, что мое подчинение ему не определяет, не избирает то, является ли он правым или нет. И в 1 Петра 3 глава об этом говорится очень ясно. Что когда я подчиняюсь своему мужу, я проявляю доверие Господу. И даже если он ошибается, я доверяю Господу, чтобы он ведет его и сделать это правильно для всех нас. И я знаю, что Бог может это сделать гораздо быстрее, если я закрою свой рот. Самым лучшим примером подчинения является Иешуа. Помните, мы говорили о том, что прощение не является? Прощение – это не делание оправдания или прощение извинений. Прощение – это не делать вид, что ничего не произошло. Таким же образом мы сейчас поговорим, чем не является подчинение. Подчинение – это не является таким примером, что я дверной коврик, по которому Кёрк может ходить. Это не то, что я не должна думать, использовать свой ум, свой разум. Как будто Кёрк делает все, что нам нужно, а я просто подчиняюсь. Чтобы Кёрк о всем заботился, а я ему никогда не помогал. Это не подчинение. Подчинение – это также не избегание конфликта. Или нежелание иметь конфликт. Мне на самом деле не нравится конфронтация. Но иногда она необходима. Если я была дана как помощник моему мужу, и слово «помощник», которое используется в книге «Бытие», это то же самое слово, которое используется в описании Духа Святого. Это тот, кто приходит рядом. Поэтому, когда женщины призваны быть помощницами мужьям, это очень важное и ценное место. Я хочу к вам кое-что сказать, о чем вам нужно поразмышлять некоторое время. Подчинение – это не то же самое, что послушание. Например, 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 Когда власть в стране говорит, что мне не нужно что-то делать, к примеру, молиться. Естественно, я буду непослушна. Но если они меня бросят в тюрьму, я приму наказание. Вспомните о Данииле в темнице. Он был непослушен, но он продолжал подчиняться. Или те трое мальчиков, которые были в начале книги. Мы не можем поклоняться другим богам. Они подчинялись, даже будучи непослушными. Теперь давайте поговорим о конфликтах. И мне они не нравятся. Помните, что мы говорим о семье, но также мы вспоминаем и другие взаимоотношения. Конфликты, они неизбежны. Если у вас есть два человека, вы обязательно будете иметь конфликт. У меня не было так, чтобы у меня были с кем-то очень близкие взаимоотношения, и с ним у меня не было конфликта. И если мы проходим через конфликт, мы становимся ближе друг к другу. Это цель. И цель не заключается в том, чтобы выиграть битву. И не доказать, что я прав или права, а ты не прав. И мы боремся за понимание между друг другом. Несколько лет назад один мужчина, которого зовут Билл Готфорд, сказал, Если два человека постоянно имеют согласие между собой, один лишний. Послушайте, что есть правильные причины для конфликта. Мы не имеем конфликты для того, чтобы менять других людей. Это работа Духа Святого. И мы не конфликтируем для того, чтобы выиграть драку или спор. Мы боремся за взаимоотношения. И вот, ребята, есть правильный путь для конфликта. Те, кто уже женат или замуж длительное время, они знают об этом. Если вы еще не женаты или замуж, послушайте, потому что это вам пригодится. Будет время, когда у вас появится конфликт. И произойдет то, что я называю глупой борьбой. И то, что мы знаем, что никто в ней не выигрывает. В таких глупых драках нет преимуществ и нет победителей. И когда вы в него попадаете, вы понимаете, что конфликт приближается. Вам лучше одеть любовь. И потом вам нужно облегчить в смирение. Вы должны понимать, что приоритетной целью является понимание другого человека. И это может быть, как и с моим мужем, с которым у меня есть взаимоотношения, или с кем-то в церкви, с которым у меня есть служение. И так же этот принцип будет работать, если я его буду применять в бизнесе. И помните, что Бог создал нас таким образом, что наш мозг работает по-разному. Некоторые люди, они очень конкретные. А другие, они очень абстрактные. Одни люди очень последовательные. А другие, они очень... У них все в хаосе. Например, у нас есть мужчина, который конкретный, последовательный, такой мыслитель. И он женился на абстрактной такой женщине, которой много такого хаоса, беспорядка. Это невозможно. Рассеянно. Это очень важно понимать, что Бог создал нас по-разному. Я очень буквально. Мой отец был адвокатом, юристом. Моя мама была капитаном команды в КВН. И мы спорили ради веселья. Мы очень часто за обеденным столом обсуждали таким образом политические идеи. У нас были битвы такие. Поэтому мои такие навыки в аргументировании очень сильные и велики. И потом я вышла замуж за этого мужчину. Их семья очень была молчалива. Практически не говорила. И когда ко мне говорили, они говорили ко мне очень громко. И поэтому у нас были, мы начали спорить. И я очень много говорила. А он молчал. Он закрывался. И это происходило порядка пяти лет, пока он не начал говорить мне... Когда он первый раз мне отозвался. Я его загнал в угол, а он мне начал отвечать. Мы изучаем то, как мы созданы. Как понимать друг друга. Мы благодарим Господу, что у нас были пастыря, которые служили нам в это. Были судьями, были судьями. И я научилась понимать, в чем он нуждается от меня. А он научился понимать то, в чем он нуждается от нее. У нас есть такие вот распечатки для вас, но на завтра. И поэтому не тратьте время, чтобы сейчас их зарисовать. Но это зарисовка мужского ума. Вы видите, здесь есть такие отдельные отделения. Это Бог, мечты, друзья, хобби, семья, работа. Я действительно верю, что это Божий замысел. Как мужчина может пойти на войну, если он не закроет те двери, которые... Если у него не было способности закрывать остальные двери. Это Божий замысел. Я не знаю, как в вашей культуре, в нашей культуре, но в их культуре есть женщины, которым полностью не нравятся мужчины и то, как они думают. И они говорят, думают, что мужчины не должны были быть созданы так. Но это их Бог так создал. Любите их за это. А это вот женский разум. Женщины смеются, потому что они видят себя в этом. У вас есть одна комната, и в этой комнате все собрано. Представьте, вот эти две персоны находятся утром в церкви, в воскресенье. Я не знаю, как здесь, но в Соединенных Штатах есть определенный спор во время пути в церковь. И у каждого есть, когда у них есть спор в машине, и у каждого из них есть свои аргументы. И он оставляет свои проблемные взаимоотношения с семьей, закрывает дверь и идет в комнату с Богом. Ему поклоняться. Поклоняться Господу. Я поклоняюсь Тебя. А женщина вот так. Как я могу Ему поклоняться? У меня есть вот этот спор. Нерешенный конфликт. И так как, когда мы понимаем друг друга, И когда он выходит, перед тем, как выйти из этой комнаты, из семьи, Ему необходимо подойти и сказать мне, что мы поговорим об этом позже. Потому что проблема с мужчиной в том, Он может выйти из этой комнаты, Закрыть дверь, Пойти дальше. И забыть о том, что там была проблема. И он может забыть, что холодильник очень давно не... Что-то в холодильнике завонялось, испортилось. Да, похоже на то, и потом, когда он открывает холодильник, И чувствует, что что-то не так, вдруг вспоминает. И мужчина может даже забыть, о чем был конфликт. Поэтому, мужчины, возвращайтесь к конфликту, и говорите, что его нужно решить. Потому что, вот, к примеру, он задавал вопрос, о чем же мы там спорили? А я ему постоянно отвечала, мы спорили об этом, об этом, об этом, об этом. Конкретно, о чем я ему говорила, а потом, ты сказал это, а я сказала это. Поэтому, очень важно, когда вы идете к разрешению конфликтов, чтобы вам необходимо понимать позицию другого человека. Практически, иногда это помогает сказать, Практически, иногда очень полезно сказать, это то, что ты сказал. И если они говорят, что ты прав, то для них это говорит, что вы их слушали. Но иногда они могут сказать, нет, это не то, что ты повторил, и они исправят вас. Не сейчас, но позже прочитайте Якова, первую главу, с 19 по 20 стих. Будьте скоры на слышание. Слушать друг друга, оно нас оберегает от многих конфликтов. Есть очень много непродуктивных или разрушительных поведений, которые проявляются в конфликте. Одна из них это всплески, вспышки, нервные такие, эмоциональные вспышки. Второе, это когда вы принимаете, когда вы все обиды всасываете, держите в себе. И вы готовитесь к тому, что когда она захочет об этом поговорить, вы это все высвободите. И когда у вас накапливается, и вы потом по очереди все достаете. Это то, что, как поступал Кирк в первые годы. Я делала, что меня кое-что беспокоило. Я делал то, что его беспокоило, а он говорил, не делай это. Вместо того, будешь сказать, что это меня раздражает. Он это сохранял в себе. И он думал, что в следующий раз, когда она что-то сделает, я об этом ей скажу. И мы не решили многие конфликты таким путем. И он не давал мне возможность доверять ему. Еще раз, когда это происходит или в ваших семейных взаимоотношениях, или в церковных взаимоотношениях. Вам нужно всегда быть убежденным в том, что вы боретесь, сражаетесь за взаимоотношения. Я думал, что я веду себя хорошо, когда избегаю конфликта. И нет ничего плохого в том, чтобы избегать конфликта. И я тогда ее по-настоящему не оказывал прощения, когда избегал конфликта. Если бы я говорил о всех вещах, которые в ней раздражали меня, это было бы бесконечно. Теперь я в проблеме, мне нужно, чтобы вы за меня помолились. Это не всегда так плохо, я просто сейчас чуть-чуть привеулечу. Но если я полностью решил простить, мне нужно от этого избавиться. Если я прощаю, я не могу это использовать в будущих решениях конфликта. Поэтому, если вы простили, не возвращайтесь обратно к этому. Вы не можете об этом увернуть. Это достаточно, спасибо. Но иногда, когда вы понимаете, что я выбираю это, но я не могу жить с этим за последние 50 лет. Иногда бывают такие ситуации, когда я выбираю простить, но я не могу жить с этим на протяжении следующих 50 лет. Или когда мы размышляем о взаимоотношениях с нашим лидерским составом. Да, вы можете сказать, что я прощаю это, но я не могу терпеть это дальше, потому что это меня отягощает и отягощает других людей. Поэтому в такой момент вам нужно сесть вместе и решить конфликт. нам почти 65 лет, и мы уже женаты 43 года. И когда мы даже говорим об этом, мы восхищаемся, говорим, что было сделано очень много работы. Я бы хотел, чтобы я знал это тогда и то, что я знаю сейчас. И всем нам нужно научиться через прохождение, через конфликты. Я хочу вам сказать, что есть надежда от Господа, для ваших жизней в этом. Есть надежда для лучших взаимоотношений. И я почувствовал, что чем больше я доверяю Господу, проявляю Ему доверие, тем больше Он работает для меня, чтобы помочь в этих взаимоотношениях. Поэтому я хочу вас ободрить и сказать, что всегда есть надежда от Господа. И она упрощает. Поэтому примите, имейте Дух Святой в сердце и доверяйте Ему. Взаимоотношения – это Божий замысел, Божий замысел. Даже если они идут неправильно, у Него есть решение, как их восстановить, и это возможно. Это так радостно для меня сейчас. Но было время в нашей семье, когда я говорила Богу, что тебе нужно исправить Его. И я спустя некоторое время узнала, что Бог тебе нужно исправить ее. И оба мы получили ответы на молитву. Он исправил меня, Он исправил Его. Давайте пойдем на перерыв. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok